В США сегодня выразили свои соболезнования и поддержку турецкому народу и властям после мощного взрыва в центре Стамбула. Теракт на одной из оживленных площадей города унес жизни по меньшей мере 10 человек, еще 15 получили ранения. Согласно предварительной информации, все погибшие иностранные граждане, и большинство из них германские туристы, сообщается, что теракт устроил смертник из Сирии, имевший отношение к ИГИЛ. Турецкие власти, впрочем, не исключают, что у террориста мог быть сообщник и усилили меры безопасности в Стамбуле. Все подробности у Евгения Маслова. У турецких властей сомнений уже нет. За терактом в центре Стамбула стоял террорист-смертник, имевший отношение к исламскому государству. Взрыв в районе площади Султан Ахмед прогремел сегодня утром. Сообщается о 10 погибших и 15 раненых. Согласно предварительной информации, большинство жертв – туристы из Германии. Место террорист-смертник выбрал не случайно. Площадь Султан Ахмед – одно из самых посещаемых иностранцами мест в Стамбуле. По словам очевидцев, сразу после взрыва полиция начала эвакуацию, опасаясь, что террористов-смертников могло быть несколько. Когда все произошло, началась суматоха. Все куда-то бежали. Полицейские явно не были к этому готовы, но довольно быстро начали эвакуировать людей с площади. Наверное, думали, что где-то может находиться еще одна бомба. И довольно быстро вся площадь была полностью эвакуирована. Местные жители говорят о том, что жертв среди иностранцев могло быть и больше. По утрам туристов на площади не так много, как во второй полне дня. Сразу же после инцидента премьер-министр Турции Ахмед Давут Аглу собрал экстренное заседание правительства с участием глав силовых ведомств и разведки. Турецким спецслужбам уже известно, что теракт осуществил 27-летний экстремист из Сирии, недавно въехавший в страну. Наша борьба с исламским государством, которое осуществило эту атаку, продолжится и усилится. Мы не отступим, а только сделаем наступление еще более эффективным. Те, кто готовил это преступление, и все, кто имеет к нему отношения, будут найдены и понесут ответственность за этот теракт. Турецкий президент Эджеп Таип Эрдоган сегодня также призывал к еще более жесткому давлению международной коалиции на группировку ИГЕЛ. В эфире национального телевидения он принес свои соболезнования родственникам погибших и дал понять, что расследование инцидента власти берут под свой контроль. Этот инцидент снова показывает нам, насколько важно сейчас всем сплотиться. Мы должны всей нации, все как один, противостоять терроризму и атакам террористов. Турция в последнее время террористическим атакам подвергается регулярно. 29 декабря в порту Стамбула на стоянке взорвался грузовик. Тогда обошлось без жертв. 23 декабря взрыв прогремел на парковке самолетов Стамбульского аэропорта. От полученных ранений позже скончался один человек. Сегодняшний теракт стал самым крупным за последнее время в Турции по количеству жертв и по количеству погибших иностранцев. Соболезнования в связи с инцидентом Анкаре уже выразили в столицах европейских государств. В Вашингтоне также выразили свою поддержку турецкому народу и сообщили о проведении целой серии авиаударов по позициям боевиков исламского государства в течение минувших суток. На фоне событий в Стамбуле Вашингтон вновь призывает Анкару сосредоточить усилия на укреплении турецко-сирийской границы, которая по большей части остается прозрачной. В этом вопросе Турция и США к общему знаменателю уже пришли. Но на самом деле до сих пор мало что делается реально. Евгений Маслов, Лев Чеснов, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.